Штарк. Что ж ты наделал? От меня все отвернулись. Подписчики все ушли. Донатить перестали, хочется кушать. Привет, мой друг, с тобой Велес. В этом видео я дам ответ видеоблогеру Штарк, который высказал свое негативное мнение по отношению ко мне в своем видеоролике, ссылка на который будет в описании. Возможно, его просто ввели в заблуждение или дали неполную информацию. Давайте разбираться вместе. Поехали. 13 августа видеоблогер Штарк, на канале у которого больше 160 тысяч подписчиков, выпустил обо мне очень веселый ролик. Мне кажется, ему вряд ли был интересен я, ведь у меня чуть более 4 тысяч подписчиков. Но неужели я настолько ему важен? Скорее он хотел привлечь внимание автора того ролика, на который он ссылался, высказывая обо мне свою негативную оценку. Ведь у Штарка нет своих сюжетов, а это в основном обзоры чужих роликов. Ударай, автор, что жибра! Штарк, в этом видео я докажу, что ты лжец и лицемер. И смотря мой видеоролик о разоблачении Вадима Харченко, видеоблогера с канала «Личное мнение», Штарк, ты мог хотя бы предположить, что с тобой я сделаю то же самое? Да ты что, что ты, что ты, что ты! Друг мой, это видео будет объемным, но я обещаю тебе, что оно будет, как обычно, интересным и информативным. Поэтому оставь ненадолго все свои дела, сделай себе чашечку кофе или чай, поставь обязательно лайкосик под этим видео, а я начинаю. Начнем по порядку. Именно так, как Штарк высказывал свое негодование обо мне на основании чужих видеороликов. Но перед этим посмотрим, как в сообществе был озаглавлен видеоролик Штарка у того автора, на ролик которого он ссылался. Еще один балл в копилку постановок. Я объясню тебе, Штарк, ты второй раз после Вадима Харченко попался на постановку и стал посмешищем. Приветствую всех. Давно мне не попадались такие откровенные попрошайки. Но, как вы знаете, я всегда осуждал этих людей, призываю вас делать то же самое, не просто осуждать, а ни в коем случае не переводить таким людям деньги. Но этот ролик меня просто поразил. С самого начала прозвучала идея всего ролика показать меня попрошайкой. Я тебя правильно понял? Давайте немного послушаем канал «Велес Мастер». Друзья, всем привет. Друзья, всем привет. Ну, как вы видите, человек с упоением зачитывает данные своего компьютера мечты. Ну, и, конечно же, вы, дорогие зрители, должны скинуться ему на компьютер. Потому что, дескать, вот эта визуализация или рендиран это называется, видите ли, долг и идиот. А ему, мастеру, нужно, чтобы залетало вот так вот с полпинка. Штарк, ответь не на вопрос. Почему мне зрители должны скинуться на компьютер? Где я об этом говорил в ролике? Пойми, я уже купил этот компьютер. Я уже сравнил с показателями старого компьютера, с показателями нового компьютера. Давайте посмотрим вот сюда, когда образовался этот канал. В 2017 году, как вы видите, каналу два года. И что первое вы читаете об этом канале? А вот что. Кошельки, счеты. Давайте, ребятки, переводите. Сильно нуждается мастер Велес в ваших деньгах. А вроде так посмотришь, крепкий мужик. Неужели заработать себе на компьютер не может? Не вроде крепкий мужик, а крепкий мужик Штарк, который заработал себе на этот компьютер. Но зато на тебя не посмотришь и неизвестно, как ты вообще выглядишь. Но к этому мы еще вернемся. Наверняка он ответит, что сильно занят производством роликов. Естественно. Нет, я наверняка так тебе не отвечу. Я занят не производством роликов, а тем, чтобы зарабатывать себе. Ну так давайте посмотрим, как часто у него ролики выходят. Лично я не вижу работы каждый день. Или еще хуже по нескольку раз в день. Давай лучше посмотрим на мой инстаграм, где я на протяжении трех лет публикую изделия из натуральной кожи, сделанные своими руками. И мою группу ВКонтакте. А также еще два моих канала на ютубе на абсолютно разную тематику. Велесмастер по коже и интересные люди, над которым также необходимо работать. Ну вот я, например, мне придется немного сказать о себе. Хотя, конечно, о себе не скромно, но... Почему же не скромно? Главное, чтобы это была правда. Верно? Приведу пример. До недавнего времени, пока мой канал был монетизирован, я выпускал ролики каждый день. А иногда и даже по два раза в день. Особенно в начале работы этого канала. Я собрал 162 тысячи подписчиков. Именно благодаря тому, что старался выпускать каждый день по ролику. Хм. То есть ты набрал подписчиков, потому что каждый день выпускал видеоролики. А вот, например, канал Айша Аллан, на который я всем вам рекомендую подписаться. Потому что у этой девушки приятный голос. Она умная, добрая и рассудительная. Так вот, она с 2016 года. Каждый день выпускает по одному, два, а то и три ролика в день. Она так же, как и ты, не показывает своего лица. А подписчиков всего лишь больше тысячи смогла набрать. Почему? Айша, может быть, тебе тоже голос на мужской поменять? Может быть, в этом вся проблема? Штарк? Ковна? Мм? Что скажешь на это? И мне понравилось одно такое видео, где просто голос Штарка. Ну, давайте, чего уж томить. Давайте его вместе послушаем. Послушайте, господа. Вот на территории Японии проживает столько же людей, сколько проживает в России. То есть посмотрите на карту и просто придайте значение, какая это маленькая территория, какой-то маленький-маленький кусочек земли. И там находятся люди, которые создают технический прогресс для всего человечества. Они создают прогрессивную медицину, они создают уникальные станки, роботов и так далее. То, что будет нас сопровождать в 21 веке. И рядом с этими людьми, носителями уникальной культуры, распласталась огромная, жирная, бесхозная, запущенная территория, ее даже трудно назвать страной, территория под названием Россия. Ну, видите, да, опять русофобия, но мы видим, что голос просто женский, так сказать. И здесь простой вывод. Нужен стрим. Буду я называть это цеховой проект, потому что мы видим, что либо это какая-то девочка вообще меня разоблачает в кавычках, либо это какой-то маленький мальчик с несломанным голосом, но явно это, либо это взрослый мужчина с проблемами гормонального толка, там, с недостатком тестостерона. И тут не надо иронизировать. Возможно, это тяжело больной человек с поврежденной психикой, который вот так вот не любит Россию, называет ее вот просто там, даже уж государством ее не назовешь. И нужен стрим, чтобы поговорить в живой дискуссии. И да, у меня точно такая же программа обработки видео, как и у этого Велеса. И да, я час или полтора жду, пока мои ролики обработаются. И это не ролики на 2, 3 или 7 минут. Это в основном ролики на 20, 30, есть даже по часу. То есть мне нужно иногда полдня ждать, пока этот ролик обработается, а потом еще полдня ждать, пока он зайдет кое-как на YouTube. Потому что интернет у меня тоже очень слабенький, я живу в деревне, о быстром интернете мы только мечтаем. Ну и что же получается? Значит, блогер, допустим, такой, как я, выпускает ролики каждый день. Да, тратит на это кучу времени, еще и пытается качество какое-то создать. И при этом не мечтает о более хорошем компьютере или, если мечтает, то поднимает свою жопу, идет, работает. Откладывает деньги и покупает вещи, в которых нуждается. Не показалось ли ты сейчас жалуешься, Штарк? Вот именно потому, наверное, что я поднял свою задницу и заработал, у меня уже есть такой компьютер. Поэтому я именно с воодушевлением, как ты сказал, рассказываю о своем новом компьютере. А вот от тебя повеяло зависти. Так, может, не стоит завидовать, а лучше поднять свою задницу из-за старого компьютера, на котором ты каждый день по ролику два, а то и три делаешь. И пойти заработать на новый, ведь новый ты так и не купил. А мне советуешь тому, кто купил. Не состыковочка, по-моему. Здесь же великий блогер, велес-мастер, который просто умопомрачительные ролики делает. Кстати, давайте посмотрим один из подобных шедевров. Зачем ты назвал этот ролик шедевром? Давай просто перемотаем назад и послушаем, как я его сам назвал. Ведь это один и тот же ролик, который ты показывал в начале о компьютере. Я в качестве примера смонтировал простенький ролик. Простенький ролик. Простенький ролик. Длиной 6 минут 16 секунд. И вот для того, чтобы нести вот такую информацию, вот такого качества, ему недостаточно его старого компьютера. Ему нужен новый, быстрый. Штар, ты в своем ролике 5 минут показываешь мой видеоролик, который ты называешь некачественным, а твой контент после этого становится качественным. Нехорошо завидовать. И знаете, вот эта сцена приготовления шашлыка с какими-то там барыгами. С какими-то там барыгами. Дядя Петя, ты дурак? Хм, с какими-то барыгами. Ты серьезно? Да, серьезно. Ты не верил? Не верил, нет? Авакяна Шоттигранович. Заслуженный артист в Кубани. Который уже 40 лет работает в музыкальном театре. Играет на трубе. Обладатель множества наград. Это его ты Штарк называешь барыгой. Ни качества роликов нет, ни тематики никакой. Но при этом, как только оперится, как только кое-как набрал 2-3 тысячи подписчиков, торопится обязательно с них содрать мзду для того, чтобы хоть как-то, ну хоть как-то их поиметь. К тому же этот блогер собирал детишкам, бедненьким, на подарки для детского дома. Обещал потом отчитаться, но так и не отчитался. А я напоминаю вновь прибывшим или тем, кто здесь сидит, что мы собираем денежки на подарки деткам в детский дом. Штарк не выпрашивал, не подменяй слова. Я предлагал, предлагал участвовать в благотворительности. Понимаешь? Ну а теперь переходим к самому интересному. Вот это поворот! Штарк посвящает 20 минут своего видеоролика, чтобы убедить своих подписчиков, что я попрошайка. При этом во второй его половине он ссылается на видеоролик на канале СтопГад. Давайте перейдем в описание канала. Теперь под его видеоролики. Теперь на основной канал этого же автора. А где же логика? Штарк лицемеришь? А теперь давайте послушаем самого автора этого ролика, как же у него проходят стримы. Да, на это лучше на велосипедах. Я велосипед соберу и всех вас чепушил, покажу. Почему велосипед, а не электросамокат, с которым можно и в транспорт зайти, и проезжать удобнее. Ну, электросамокат, если брать, то нужно нормально. Нормальный стоит полтинник. Так что мне не надо такой самокат, который будет скрипеть, ломаться, и я буду его на горбу тошить. Нахрен мне нужен. Вот. Велик я... Вопросов нету. В маршрутку на нем, конечно, не залезешь. Но, с другой стороны, я его беру не для того, чтобы кататься через весь город, а для того, чтобы спокойно перемещаться по своему району, по соседним близлежащим, понимаете. Это не относится к обязательной какому-то донату, так что там хейтеры сразу угомонитесь. У кого есть возможность, кидает, я потихоньку насобираю и куплю. Своих добавлю, я не знаю. Потому что я уже каждый день утрачу деньги то на бензин, то на то, то на село. Уже, ну, как бы, я не знаю. Уже не хватает у меня их. А на велик, и тем более, я уже не выделю. Потому что, ну, блин, он не дешево стоит. То, блядь, жаба их дает. Ой, на велик собирать. Да идите нахуй, блядь. Вам что, не нравится? На велик, на велик, блядь. Я достаточно делаю для того, чтобы на велик, блядь, собирать. Кому не нравится, ну, давайте, счастье отлетим, блядь. Она приходит дебилом, блядь. Стране нужны герои, а пиздорожает идиотом, блядь. Где вас понабирали, блядь? Терпелоидов, блядь. Штарку внизу. Найдешь ссылочку на канал Вокер57. И посмотри стримы. На протяжении года этот человек оскорбляет меня. И как ты думаешь, почему? Что я для него значу? На каждом стриме он просит деньги, а ты ссылаешься на его видеоролик, называя меня попрошайкой. Штар, где объективность? Ты знаешь, я вот почему-то уверен, что тебя носом ткнули в этот видеоролик. И ткнули мои так называемые доброжелатели. Но почему-то ты не посмотрел, кто автор. Почему-то не поинтересовался, где полные видеоролики, чтобы полностью ознакомиться с материалом, а не с нарезками, которые тебе показали. Ты же блогер. Хотя кому я рассказываю, ведь за все уже давно заплачено. Я тогда в свою очередь покажу, что же вырезали и что происходило на самом деле на этих стримах. Смотрите, я изготовил изделие. Вот такой вот кошелек со своей фирменной гравировкой, клише с обеих сторон. Это не кошелек, а обложку на паспорт. На кабурные кнопки. И внутри, как стандартно, два отдела под карточки пластиковые. Это изделие у меня в мастерской стоит 1500 рублей, плюс доставка 750 рублей. То есть я сегодня поработал, я сегодня сделал это изделие. Прямой трансляции я его хочу продать. То есть вы... Привет, Рика Славев. То есть вы ничего абсолютно не потеряете. Вы переводите мне деньги за изделие, за перевод. Я это изделие отправляю к вам. А вырученные деньги с этого изделия я потрачу на благотворительность. Эти деньги полностью до копейки потрачу на подарки детям. Естественно, этой суммы не хватит. До Нового года, я думаю, еще раза три, я думаю, мы будем продавать изделие. Что надо сделать? Желающий может приобрести портмонез себе за 1950 рублей. 1700 рублей пойдет на благотворительность, а 250 рублей на доставку, на перевод в почтовом отправлении. Понимаешь, Штарк, я продавал свои изделия, и на вырученные деньги я хотел сделать детям подарки. Мне деньги, а я свое изделие. Безусловно, помимо прочего, находились те, кто были готовы помочь, не покупая ничего, просто отдавали деньги. И среди них был мой подписчик Владимир из Америки, который в тот период перевел больше 13 тысяч на эти подарки. У Владимира Пинчук, о котором я сейчас говорил, у него также есть свой YouTube канал, ссылка на него будет тоже в описании. Теперь переходим к следующему часто обсуждаемому вопросу, что эти деньги я просто пропил на Новый год. Мне интересно, вы что, со мной их пропивали? Еще раз напомню всем, что 3 года я занимаюсь изготовлением кожаных изделий, и у меня были деньги для того, чтобы выпить на Новый год. Я думаю, я могу себе позволить, как и все вы, на праздник выпить. Узнаешь Штарк это приложение? Это Paypal, которое создано для международных переводов. Именно на Paypal мне перевел деньги Владимир Пинчук, больше 13 тысяч рублей. А теперь посмотри на реквизиты, которые указывал, то есть Сбербанковскую карту, и посмотри, кому она принадлежит. Любовь Марченко, это моя мать. И кому как не тебе знать о том, что вывести деньги с Paypal можно только на свою личную карту. Именно по этой причине мне пришлось заказать свою карту, которая пришла 30 января. Вот тогда я их только и смог вывести. И как же я тогда мог пропить все деньги на Новый год? Но это тоже ведь на самом деле не важно. Есть главный вопрос, который мне задают, а где же видеоролик? Так вот о том, что тема с детскими домами оказалась не такой простой, я сообщал на стримах еще тогда. Я говорил, что есть множество проблем, которые необходимо решить, включая телефонные разговоры с директорами. Я предупреждал, что это может занять немало времени. А не, потом перезапущу. Сейчас пока я расскажу вам за благотворительность вопросы, какие возникли. Расскажу вам вкратце. Созванивались мы сегодня с Алиной Александровной. И она мне, в принципе, ничего так же не сказала нового. Она созванивалась и с больницами, и предложила мне всего два варианта. Либо перевести деньги, вернее не два, но два самых подходящих. Перевести деньги на ремонт больничной палаты. Ну, сами понимаете, какое это имеет отношение к праздникам, и когда этот ремонт произойдет, и как мы эти деньги отследим. Практически никак мы их не отследим, потому что там рабочие материалы и все остальное. Там перечисления можно будет увидеть, а на самом деле, куда деньги ушли, вряд ли это можно будет проконтролировать. И второй вариант. Она предложила там девочку, заявку они только оставили, на приобретение лекарств, стоимость лекарств на один месяц 50 тысяч. У нас такой суммы нет. И все остальные, кому она обращалась, отказались по единственной причине, потому что они не хотят, чтобы велась съемка на видеокамеру. А для нас это самое главное. Чтобы съемка велась на видеокамеру. Потому что мне нужно и перед вами отчитаться, и вы должны видеть, куда на самом деле уйдут деньги. А вообще на будущее, теперь будем знать, что прежде чем открывать какие-то сборы, нужно это делать намного раньше, как минимум за месяц договариваться, чтобы не было подобных ситуаций, как получилось в этот раз. Но так как мы это первый раз делаем, поэтому получилось так. Ну, первые детские дома, они все на гособеспечении, никто из них не собирается придавать огласки, да это и запрещено по закону. И по поводу благотворительных фондов, кто мне писал, что 80% уходят в руки тем, кто организовал эти благотворительные фонды по закону, как мне сегодня объяснили, что по закону они имеют право 20% суммы перечислений выделять себе на бензин, на переезды, на интернет, на прочие необходимые нужды для того, чтобы этот фонд существовал. Это законно, и постоянно у них проверки прокуратуры, постоянно их контролирует администрация. Я говорю конкретно о синей птице. Поэтому все другие предположения, это ваши только слова. Если у вас есть какие-то доказательства подобных, укрыватель, что там кто-то 80% из них забирает, то можете доказательства какие-то предоставить, а потом уже утверждать. Да не буду я никуда перечислять, Петр. Мы уже эту тему давным-давно обсудили, никаких перечислений не будет. Я эти деньги в жизни не проконтролирую, никто мне никогда не поверит, даже если покажу квитанцию о том, что я перевел. Я знаю, есть такие люди, которые будут до последнего меня потом гнобить, особенно те, которые не переводили деньги. Об этом я говорил и на канале Движения, в прямой трансляции, у которого почти полмиллиона подписчиков. Они также это все подтвердили. Я вот задам два вопроса из чатика, мы должны читать наш чатик. Петр Шульц спрашивает, спросите, где все подарки на собранные донаты детям именно на Новый год, где обещанный ролик? Вы просто не в курсе, что-то было такое? Было такое. Ну, Шульц это из разряда тех людей, которым сто раз можно объяснять, и он все равно будет этот вопрос задавать. Кто такой Шульц? Это подписчик. А, подписчик. Да. Я уже объяснял, я и включал записи перед Новым годом, разговор с директорами детских домов, которые поясняли, что не так просто это все, поскольку они государственные учреждения, для того, чтобы... Я вообще, честно говоря, не знаю, какое он отношение к этому имеет, но неважно, я объясню. Ну, он просто вопрос задал. Подписчик, да. То есть не... Ну, имеет моральное право задать вопрос. Не все так просто, потому что, чтобы даже просто... Я когда эту тему поднял, я не думал, что столкнусь с такими проблемами, что нужно разрешение там через администрацию, через муниципальные всякие службы. Зачем закончилась эта ситуация? Я так понимаю, что были собраны какие-то деньги для... Она еще не закончилась. То есть мы еще это в процессе уже через... Какой месяц сейчас у нас? Это на Новый год должно быть? Да уже лето началось. А? Лето началось, говорю. Лето началось. Там еще есть вопросы? Есть вопросы. Как ответ-то... Пишут, что ролика так и не было. Другой человек пишет тоже, что нет ролика, врет. Да полчаса спрашивает, я здесь всех буду перечислять. Ну, это любимая тема. Петр Шульц пишет, я лично присел на подарки, где деньги? Понятно. А там, я не очень понял, а там деньги собирались или подарки сами? Ну, деньги на подарки. Деньги на подарки. Я Шульцу отправлял деньги. Я не знаю, почему человек до сих пор не успокоился. Я ему деньги вернул назад, он мне их опять переотправил. То есть ему эта тема интересна, продолжение этой темы. Я не знаю. Просто я вкратце попрошу Андрея Викторовича сказать, как мы ездили в детские дома. Изначально сами, потом с демобилем ездили. С деньгами там действительно проблема. Да. А точнее с подарками. Ну, это все должно быть, во-первых, согласовано. Во-вторых, это все на личном контакте с директором детского дома. Должно 100% быть. Либо забегающий. В-третьих, там есть естественные ограничения. Лично же быть новой, неношной сервисами с бирками, санупидоконтролью, ля-ля-ля. Да, да. Продукты вообще нельзя. Ну, кроме тех, что съедят сразу. Даже люди, которые приезжают и хотят какую-то программу организовать, они тоже должны быть с образованием. То есть не просто там в золото приехал и там инспектора поиграл. Так не пойдет. Я можно еще поясню. Просто в процессе, когда я уже начал собирать деньги, обзванивая детские дома, я уже понял, что я влез не туда, куда нужно было влазить, потому что реально было очень много трудностей всяких. Я, в принципе, эти разговоры с директорами, заведующими, я их включал в прямых трансляциях. То есть люди прекрасно все слышали, но почему-то все до сих пор еще... Все, теперь дорогого разве ушло. Пока нас прервали так дико, Ашот Тиганович написал, Андрей, деньги на детский дом у нас, как договоримся с руководством, сразу будет ролик. Вот, собственно, ответ от Ашота. Кому-то еще непонятно. Зная номер Шульца, я перевел ему его 300 рублей. Он мне их вернул назад. А знаешь, почему Штарк? Да потому что, если я раздам все деньги, больше нечего будет обсуждать. Ты понимаешь, что полгода клеветы в отношении меня коту под хвост. Поэтому еще раз для особо одаренных, те, кто переводил деньги, я повторяю, если вы не хотите участвовать в благотворительности, передумали, либо просто не хотите ждать, у меня есть электронная почта в описании, отправляйте туда ваши персональные данные, чтобы я был уверен, что это вы. Отправляйте мне подтверждение перевода, и я верну вам деньги. Само собой, ролика не могло быть на Новый год. Все уже об этом знали еще 25-го числа, когда был мой крайний стрим по сбору донатов. Ну и я пожалел, в принципе, что связался с этой темой, поскольку для меня это было первый раз, но тем не менее, я попытался хоть что-то сделать. И несмотря на это, в течение полугода на меня льются помои. За что? За то, что я попытался помочь детскому дому? Ты сравниваешь меня с Харченко? Штарк, в описании есть мой номер телефона. Там же есть все социальные сети. Все открыто. Я всем отвечаю на звонки. Комментарии тоже открыты. В чем проблема? Пишите, звоните. Как меня можно вообще с ним сравнивать? В заключении хочу тебе сказать. С Харченко ты вначале тоже ошибся, потом осознал и извинился. Посмотрим, понял ли ты, что ошибся и в этот раз. Теперь я обращаюсь ко всем блогерам, которые не боятся высказывать свою точку зрения. Поскольку на моем канале не так много подписчиков, а на канале Штарк, их более 160 тысяч, которых, вам надеюсь, неумышленно ввел в заблуждение. У меня было около 80 гневных комментариев после Штарка. 60 человек отписалось, 32 человека подписалось. Невелика потеря. Если мне человек не доверяет, ну зачем мне такой человек на канале? Поэтому я прошу помочь мне блогеров распространить этот видеоролик, распространить информацию. Потому что если такие блогеры, как Штарк, будут и дальше распространять непроверенную информацию, пострадают и другие. Друзья, если вам понравилось это видео, обязательно поставьте под ним лайк. Подпишитесь на канал, если еще не подписаны. А свое мнение напишите в комментарии. Но постарайтесь никого не оскорблять. Уважайте друг друга. Все это очень поможет в развитии моего канала. Кстати, если вы меня поддерживаете и верите мне, перейдите к Штарку на его канал и напишите в комментарии. Штарк, ты лжец и лицемер? Лжец и лицемер. Не пытайтесь меня провоцировать или оскорблять. Не тратьте пустое свое время. Я просто вам не отвечу. А те блогеры-шлюхи, которые продолжают на меня надрачивать, идите все нахуй. Субтитры сделал DimaTorzok